Всем привет, народ! Меня зовут Ярослав, и сегодня я хочу поговорить с вами о интересном жизненном выборе, который стал передо мной. Дело в том, что совсем дал, мне нужно было приобрести телефон отцу. И я не придумал ничего лучше, чем Moto G второго поколения. Теперь давайте разберемся, почему и чем он меня приятно удивил. Поехали! Итак, народ, первых хочу пару слов вначале сказать. У меня на руках черная версия. Всего они существуют в двух вариациях, это белый и черный. И этот Moto G второго поколения чуточку необычен тем, что он на две сим-карты. Их существует, насколько я знаю, две версии. Это односимный, но на 16 гигабайт. Поправьте, если я не прав. И двухсимный, как у нас, на 8 гигов, с двумя сим-картами. И что самое интересное, с поддержкой microSD. Впервые для Moto G серии, между прочим. Почему я обратил внимание на этот смартфон? Причина очень проста. Неслика дней назад ко мне подошла моя жена и сказала, что ее отцу нужен телефон. Мы долго думали, что же выбрать, но за достаточно небольшие деньги попадала всякая дичь. Соответственно, на Китай, честно говоря, не хотелось вообще макаться. Хотелось чистого андроида, как говорится, Pure Google, все дела. И единственным адекватным решением в этой ситуации оказался Moto G второго поколения. Сразу отвечу на резонный вопрос по поводу того, почему не Moto G третьего поколения. Все просто. Во-первых, он дороже значительно на самом деле. То есть там в нашей украинской разнице это почти около 100 долларов разница. Плюс-минус там 30 баксов где-то так. И второй момент заключается в том, что сильно мощный телефон и не требовался, опять же. Но, с другой стороны, когда я взял его в руки, я дико удивился. Потому что телефон за достаточно небольшие деньги очень круто собран, как и первое поколение Moto G. И чем он может быть интересен конкретно вам в 2015 году. Но начнем с того, что Moto G второго поколения официально обновится на Android 6.0. Название его уже известно. Это Marshmallow, Zephyr. И сейчас он работает на версии Android 5.0. А если быть точным, 5.0.2. То есть Motorola одна из немногих компаний на сегодня, которая не забивает болт на свои смартфоны после того, как их выпускает. И этим она особенно интересна для большинства людей, которые интересуются Android рынком. Причем, что мы здесь получаем за те деньги, которые он стоит. Напоминаю, что нам он обошелся через посредника на OLX в 4700 где-то в этом районе. Он был доставлен ровно за 2 дня с момента покупки, что достаточно быстро, на мой взгляд. И за 4700 пользователь получает вот какие характеристики. Зайдем в Antutu. И дабы, чтобы я не был голословен, покажу вам, во-первых, результаты тестирования. Ну и заодно поговорим о характеристиках. Это версия AXT 1068, работающая, как я уже говорил, на Android 5.0.2. И внутри нас встретит никто иной, как Qualcomm Snapdragon 400. Что на самом деле очень неплохо. И конкретно этот Snapdragon меня приятно порадовал. Внутри Adreno 305, снова HD разрешение. Несмотря на то, что экран у смартфона знатно увеличился с момента первой версии. Потому что напоминаю, что в первом Moto G оригинальном экран был 4.5 дюйма, тогда как их здесь 5. Разрешение осталось не по-прежнему. Камера с 5 мегапикселей возросла до 8. И в стройной памяти у нас, как я уже говорил, 8 гигабайт. Что меня удивило в этом телефоне, это то, как он собран. Вообще Motorola всегда славилась тем, что собрал этот телефон и хорошо. И Moto G второго поколения не исключение. Это приятный soft-touch пластик. Причем именно soft-touch. На нем очень слабо остаются отпечатки. Допустим, на Moto X, прошу прощения, на Nexus 5, в моем старом, это было видно хорошо. Особенно, если речь заходила о черной версии. То здесь таких проблем нет. Несмотря на то, что я обладатель лучших потных ладошек ever. Несмотря на то, что сейчас август, телефон особо не собирает отпечатки, чем несказанно радует. Клавиши расположены с правой стороны, клавиши разблокировки, клавиши регулировки громкости. Сверху традиционно для Motorola расположен порт 3.5 миниджек для наушников. Снова по центру, тут же расположен второй микрофон. Первый, напоминаю, находится в нижней части смартфона. С левой стороны абсолютно ничего нет. Это пустой торец. Ну и в принципе, ничего там быть не должно по большому счету. Что несказанно радует, то что Moto в этом случае, в этой конкретной модели применила два динамика. То есть здесь есть два фронтальных динамика. И почему я хочу их похвалить? Ну, хочу их похвалить как минимум за то, что они есть. И хочу похвалить их за то, что они явно громче, чем у конкурентов за эти же деньги. Но они не такие же качественные, как, например, у HTC One M8 или M9. Они не такие же качественные даже, как у моего Nexus 6. Но, а их два, они громкие и есть стерео. И в телефоне за 150 долларов, по большому счету, за 200 где-то в этом районе, да, такого звука вы не встретите. Это же, кстати, касается и разъема по 3.5. Мои битсы он раскачивает вот просто на ура. И это чертовски меня удивило. По интерфейсу. В телефоне всего лишь 1 гигабайт оперативки, что не мешает ему ворочать 5-ый Android очень шутко. Я помню, что телефон изначально выпускался на Android 4.4. И, несмотря на это все, труба очень быстро реагирует на все, что в ней происходит. Достаточно бодро переключает приложение. И что еще, как говорится, надо? Вот такой вот у меня примерно спич. Камера традиционная для Motorola. Как говорится, клик и фотка. Сейчас тушечку включил. Фотографии получаются не бог есть какие. Они неплохие, но они не идеальны. В плохом освещении, как сейчас, например, не стоит ждать большой детализированной фотографии. Она неплохая, но в ней все-таки просачиваются некоторые шумы. Но днем фотки с него получаются очень приятные. И никто бы в жизни вам никогда не сказал, что это телефон, по большому счету. В настройках, кстати, вы можете увидеть возможное исключение авторежима HDR. Также есть видеосъемка. Она может быть либо 720, либо в 720p, но в слоумо. Слоумо-съемка, кстати, ну, скажем так. Она есть, она неплоха, но она что-то квадратит. Картинку традиционно для Android смартфона. Мне до сих пор непонятно, почему ни у кого не получилось сделать это нормально. Вот Full HD запись почему-то все-таки не завезли. Есть панорамный режим. И, как я уже говорил, вспышку можно переключить как с авто, так и вкл и выкл. Это тоже приятно. Что еще интересно здесь? Интересна здесь, безусловно, его игровая производительность. Потому что этот телефон идеально подойдет какому-нибудь шестикласснику, которому нужно купить новый смартфон. Этот телефон идеально подойдет человеку, которому нужно 2 синки и голый Android. Ну и, безусловно, этот телефон подойдет человеку, который время от времени в этом всем деле, в этой чудесной жизни еще и играет. И для сравнения, для проверки игровой производительности, был сталь чем-то, наверное, самая графонистая игра сейчас. Это World of Tanks. С ее последним обновлением, которое привносит настройки графики и возможность запустить танки на максимальных возможностях вообще, в принципе. И что меня приятно удивило. Удивил меня, ребята, тот факт, что, несмотря на то, что здесь установлен Snapdragon 400, телефон умудряется выдавать очень сочную, приятную картинку. И при этом не подлагивать. То есть мы сейчас запустим бой, который я специально солью, потому что играть не особо удобно в таком состоянии. И при этом в среднем телефон выдает 17-20 кадров на максимальных возможностях игры. Причем забавно другое, то что 17-20 кадрами оно не ощущается. Я бы с ним рассказал, что там где-то в районе 30. Возможно, либо FPS метров сломался, либо я не знаю. Но это, скажем так, та цифра, которую вы видите снизу, она не отображает сути. Но вы, в принципе, на видео сейчас заметите, что игрушка ведет себя очень хорошо. И я не вижу причин для расстройства. При этом напоминаю, что графика выставлена на максимальных возможностях. Травушка есть, муравушка, ионические тени. Все это присутствует. При этом игра абсолютно нормально работает. Что для меня было, опять же, несказанной радостью. Вот, допустим, на этой карте видим показатель в 36-37 кадров. Что, на мой взгляд, неплохо. Так, мы кого-то заметили. По мне уже наваливают, как могут. Вот, потому что я кривой. Ай! Ну, в общем, в сути вы поняли. И чем я хочу это сказать? Что если вы все-таки хотите недорогое смартфон, на котором еще и будет комфортно играть, то Moto G, это, Moto G второго поколения, это действительно хороший выбор. Вот, как говорится, чтобы подтвердить, что я вам не лукавлю и не вру. Вот максимально высокие настройки графики. Вот. Ну, естественно, из-за того, что в телефоне всего лишь в 2 гигабайта оперативки, нужно понимать, что ожидать от него каких-то сверхъестественных показателей в моменте многозадачности не стоит. Но, Antutu мы таки прогоним, чтобы понять, сколько баллов выдаст это железо. Предварительно закроем все программы. Причем в случае с Moto G это тоже имеет роль. Antutu почему-то закрылся. Кроме его снова. И посмотрим, что он нам выдаст. Вот. Пока смартфон проходит тест, предлагаю ознакомиться с комплектацией телефонов, потому что коробочка у Moto G тоже достаточно веселая. И давайте взглянем, что Motorola предлагает в комплекте. Сим-карточка. На самом телефоне была вот такая пленка. Corning Gorilla Glass, 5 дюймов. Две симки. Ну, в общем, все по стандартам. Внутри нас встретили вот такие вот простенькие наушники. Этот случай, когда... Ну, когда их нет, это обидненько. Когда они есть, ну, как бы и окей. То есть они не сверхъестественные. Тупо затычка с гарнитурой. И ничего сверх какого-то звука здесь ожидать не стоит. Но они есть, и окей. Помимо этого, у нас встретит еще вот такой вот блок питания, который неожиданно странный. Ну, странный, что я имею в виду. Здесь несъемный кабель на самом блоке. То есть, как бы, это реально странно. То есть, он мотороловский, он микро-USB-шный. Но при этом на кабель снять и подключить к компьютеру у вас не выйдет. Почему было принято такое решение, мне абсолютно непонятно. Или это был способ хоть как-то удешевить само устройство. Что-то сделать его дешевле. Но почему, почему здесь вот такая вот хрень. Вот мне, блин, было абсолютно странно и дико. В общем, такой себе Nokia ставил на самом деле. Ну и, в общем-то, все. В коробке больше ничего вы не найдете. Кроме небольшой инструкции о том, как этим всем пользоваться. Опять же, ну, тут еще полиграфия времен 4.4. Поэтому она особо не полезна. Вот. А еще я на упаковке этой штуки нашел маленького усатого андроида. Вот. Ну, в общем, вот такой вот комплект по большому счету. То есть, мы имеем, напоминаю, телефон, инструкцию, зарядку. И вот такую гарнитурку. В общем, без изысков. И надо признать, что лучше бы они не клали вот эти вот говнонаушники. А положили бы сюда полноценный кабель. Но, с другой стороны, длина его очень большая. И это круто. То есть, часто люди хают производителей за короткие кабеля. И хорошо, что они здесь есть. Пока мы разбирались с комплектом, надо обратить внимание, что Moto уже почти закончил тест. И надо признать, что последний тест графики, он с трудом переживает. Мы видим достаточно сильные просадки FPS. По FPS метру там вроде 3-4 кадров. И это, в общем-то, не гуд. Но, тем не менее, сейчас узнаем финальный результат. Ну, кстати, в сцене побольше, видите, где водичка есть. Кадры вернулись в район 13-14. Кадровая, в принципе, картинка довольно плавная. Даже вот я 20 видел только что. И мы имеем на выходе... 18 745 баллов. Что примечательно. Несмотря на то, что телефон наделился на Android 5.0, напоминаю. Подобные баллы, 18 000 цифру, я тут хорошо помню. Я видел в обзоре розетки, в которой они делали, как только телефон вышел. И работал он тогда на 4.4. Это говорит о том, что, несмотря на то, что телефон обновился на новый Android, на его производительность это особо не влияет. Это хорошо. Так что 18 000 сегодня, конечно, звучит мало. Но в использовании я не могу сказать, что телефон тупит. Боже упаси. Он в любом случае работает быстрее, чем большинство китайцев на рынке. С какими-то дико стрёмными оболочками. И давайте подведем какой-нибудь что-ли итог. Потому что мы только что увидели. Итак, народ. В конце, что бы мне хотелось бы вам сказать. Moto G это удивительно забавный телефон. Потому что при своей маленькой стоимости, по большому счету, он предлагает достаточно много возможностей. Я был приятно удивлен тому факту, что он очень круто собран. И он очень неплохо звучит. Какую мысль хочу до вас донести. Несмотря на то, что сейчас уже конец августа 2015 года, Moto G все еще очень актуален. Хоть он имеет гигабайт оперативки, это не мешает ему ворочать очень сложные игры. World of Tanks был тому подтверждением. Но самое крутое, что здесь есть. И чему нет у всех остальных бюджетников на рынке примерно за те же самые деньги сейчас. Это время работы. Серьезно, чуваки. Эта штука работает порядка двух дней. Достаточно активного использования. На GSM Arena у него рейтинг стоит в 50 часов. 50, Карл. Это очень много. Мне позвонили, сорян. И, в общем-то, 50 часов это очень много. Лично я скажу, что труба без проблем проживет день с большим-большим запасом. Это очень классно. Порадовал экран. Несмотря на то, что он HD, это IPS-матрица. У него очень крутые углы обзора. И они явно не пахнут дешевым экраном. Вообще, на самом деле, ситуация в этом плане меня безумно радует. То есть, несмотря на то, что телефон сценируется как бюджетный вариант, экран сюда ставится вовсе не бюджетный. И это круто, потому что экран на то, на что вы будете смотреть примерно год-полтора после покупки этого телефона, и он не должен давать слабину, на мой взгляд. И какого-нибудь дешевого устройства не было. Можно экономить на всем чем угодно, кроме экрана, на мой взгляд. Потому что эта вещь хороша. Что странно было для меня, несмотря на то, что здесь HD-разрешение, пиксели, если очень сильно вглядываться, их все-таки видно, но это если вглядываться вот с такого расстояния. В обычном режиме использования они вообще не вызывают никаких у вас раздражений в сетчатке глаза и приступов ретиноебов, которые орут, что 320 это то, что нужно человеку, и не меньше. В общем, как-то так, друзья. На этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальцы вверх, если вы это все еще не сделали. Смотрите другие ролики, их тут много, в том числе и по Мотороле. И последнее, что я хочу сказать. Мне слабо верится, что может конкурировать с этим аппаратом за эти деньги в 2015 году. Да, есть Moto G третьего поколения. Он во многом, походу, лучше, чем эта штука. Я еще сам руках не держал, каюсь. Но он и стоит дороже. Потому что, как показывает практика, в нашей стране, как я думаю, в России ситуация аналогичная. Причем и в Белоруссии, где вы там еще меня смотрите. Моторол есть только в США официально и в Китае, сколько я знаю. Поэтому в СНГ странах купить его за те же деньги, что он стоит там, за бавром очень сложно. Ну и плюс перекупы хотят тоже свою денежку. Несмотря на то, что ценник у телефонов, в принципе, не маленький по сегодняшним меркам, но он гораздо меньше, чем флагманы. Даже флагманы прошлогодние. И, на мой взгляд, лучше взять телефон, который имеет менее слабые, менее сильные характеристики, нежели макаться в прошлогодний флагман, который еще и до 6.0 не обновит. В большинстве своем случаев. Так что вот вам бюджетный аппарат, который это получит 6.0 Android уже, скорее всего, где-то в декабре-декабре. В декабре-октябре этого года, плюс-минус. Все, друзья, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok